Кабы у Парадок и Спокой супрацовники милиции взяли детячие лагеря от починку на круглосуточный контроль. У каждой из них организована пропускная система, начинают працевать камеры заховывания и системы видеоназирания. Накольки серьезно подошли до питания безопасности у лагеря Чайка, попробовали доведаться наши журналисты. У пункта пропуску оховник. У будни трапить на территорию лагера могут только дети и персонал. Остатним у выход закрыт. Вольха Бурачкова привезла в лагерь своего сына Кирилла. Пропускной режим, я думаю, что нужен, потому что в любом случае наши дети в какой-то безопасности. Если бы это был абсолютно свободный выход и вход родителей. Вас это не напрягает? Нет. И нашей сдымочной группе трапить на территорию лагеря было непросто. Никого не пропускаем, только родительский день. Все? Да, суббота. А в остальные дни как происходит? А в остальные дни приходят, записываются. На территории лагеря нас устрока и милиционер Артем Титов. Тут Йон отказывал за оховую правопорадку. Ошуществляем охрану общественного порядка. Смотрим, чтобы не было посторонних лиц на территории лагеря. Чтобы они злоупотребляли спиртными напитками, а также табачными изделиями. Ну, чтобы отдыхающие вели себя невызывающе. Йон обуходит территорию лагеря некольких разов на день. В родства попыток не было. Было, что дети теряли мобильные телефоны, планшеты. Подходили в течение получаса, 20 минут мы их находили, потому что дети могли взять с собой в столовую, там оставить, потом через полчаса вспомнить. Пропускная система и контроль робить отпочинок детей у лагеря больше безопасным. Алло, привет. Это я. А вот педагоги робить отпочинок цикавым. Здесь весело, здесь хорошие дискотеки, интересные конкурсы, спортивные мероприятия. Смытой все той же безопасности у лагерях створяют и камеры заховывания особистых вещей, чтобы дети могли туда класть свои телефоны, смартфоны и планшеты. Такий парадок во всех детских лагерях. У каждого круглосуточно дежурят милиционеры. Имели место такие факты, что в том числе подростки, которые состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, приходили, совершали какие-то противоправные действия, в частности хищение. Задача и органов внутренних дел, как и других субъектов профилактики, это профилактика совершения правонарушения. Наталья Ильинч, Виталий Алексеенко, Новиниргийон.